Пропал парень Ярослав Абакиров, 23 года, студент медицинского университета Астана, проходит интернатуру по специальности хирургия, живет в Астане уже 6 лет, сам родом из города Ускаменогорск. В среду, получается, вечером в 6 часов он ушел по каким-то делам и не вернулся домой. Ну, такое бывает с молодыми людьми, но на следующий день у него был экзамен по топографической анатомии. Этот экзамен ни один студент медик не пропустит в любом случае. Но он не пришел, одногруппники начали искать, мы как лучшие друзья начали переворачивать всех друзей, всех знакомых на работу, девушек, под конец уже и родных. Обзвонили все больницы, морг, РУВД, когда поняли, что нигде уже нет его, и не мог он уйти ни по каким-то делам, которых мы бы знали. Мы начали, естественно, сообщили родственникам и организовали небольшой отряд, сделали рекламу в социальных сетях. Сотовый у него отключился где-то около 10 часов, то есть с 6 до 10 его сотовый был включен, потому что в WhatsApp дошло уведомление о доставлении сообщений, но он их не читал. Потом в 10.30 фотовый телефон отключился. В четверг, то есть вчера мы организовали небольшие отряды, ездили по тем местам, где он был в последний раз, либо же где его могли видеть случайно, ну то есть люди звонили, спасибо им тоже большое, ездили, проверяли, обклеивали остановки, обклеивали подъезды, искали. Сегодня мы тоже, получается, нам поступило вопрос, что в районе Юго-Востока якобы, мы там все подходили, но 15-20 человек, это не сила, согласитесь, поэтому мы попросили, раз уж такой резонанс, попросили всех студентов, кто у кого есть свободное время, прийти сегодня в 4 часа в медуниверситет и организовать поисковые отряды, то есть волонтеры, чтобы быстрее, усиленнее как-то оповестить весь город, поискать, почесать, обклеить все остановки, все подъезды, чтобы быстрее его найти, потому что не может быть так, чтобы никто его не видел. Ярослав у нас, получается, активист, певец, он участник «Х-фактора», тоже финалист, закончил 5 лет университета бакалавриата с красным дипломом, не пьет, не курит, пунктуально вежливый, с хорошей семьей, интеллигент. С родителями он контактирует каждый вечер, поэтому они начали первые волноваться, и на следующий день, когда я связался с сестрой, они уже были как бы, ну, на готове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова